Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Грузинский фигурист, подопечный Этери Тутберидзе Морис Квитилашвили рассказал о переходе из российской команды в сборную Грузии и когда вообще возник вариант с переходом. Вообще, первое выступление за Грузию у меня было еще совсем в детстве, на турнире СНГ. Тогда мне было где-то 8-10 лет. Тогда у меня была возможность попробовать выступить за Грузию. Но так как я родился и вырос в Москве, на постоянной основе я выступал за Россию. Но в какой-то момент у меня начал болеть пах. Пришлось даже в больнице полежать. Ничего серьезного к счастью, но нужно было подлечить. В это время начал размышлять, что делать дальше. И решил, что раз у меня пока что болит пах, я не могу прыгать, пойду-ка я в танцы на льду покатаюсь. Пришел к Александру Жулину, покатался у него ровно один день. Ну интересно мне было, решил попробовать. После этой тренировки моим родителям начали звонить из-за границы, из Германии, Америки и Грузии. Спрашивают, а что Морис перешел в танцы, говорят уже месяц катается там. А я всего-то на один день пришел попробовать. Настолько слухи распространились. Ну и в итоге у меня начали спрашивать, интересно ли мне выступать за Грузию в танцах на льду. Но я посчитал, что лучше выступать в одиночном катании, потому что глобально что-то менять не хотелось. Ну и в Грузии согласились, чтобы я катался за них как одиночник. В итоге на стыке 2016 и 2017 я перешел, говорит фигурист. Также он ответил на вопрос, что ему мешало в сборной России. Наверное как раз вот это огромное желание. Потому что какие-то турниры я выигрывал, занимал места в тройке. Этапы Кубка России, к примеру, финал Кубка я вообще выиграл. На юниорском первенстве России я был третьим. Но это был тот самый год, когда на юниорский мир у нас было две квоты. А самые главные старты у меня не получались. Также у фигуриста спросили нет ли сожаления, что в свое время решился на переход. Ведь сейчас он мог бороться за место в российской сборной и в перспективе поехать в Пекин в составе нашей команды. Нет, я же давно принял решение соревноваться за Грузию. И это дало мне возможности заниматься любимым делом и выступать на главных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. Иначе я, быть может, уже и не катался бы. Так что в связи с переходом у меня нет никаких сожалений. Это правильный выбор. Вообще, у меня было два таких выбора. Первый, это когда я решил перейти к Этери Георгиевне. Потому что до этого я тоже думал закончить со спортом, сказал Критилашвили. Также у фигуриста спросили влияло ли как-то Этери Тутберидзе в вопросе смены гражданства. Советовала ли фигуристу что-то, отговаривала или сама подталкивала. На самом деле, у нас просто появился такой вариант, и мы инициировали процесс. Этери Георгиевна, конечно, была в курсе. И это решение поддержала, признался фигурист. Пока весь мир рассуждает о повышении возрастного цен за наши юные фигуристки начинают исполнять четверные прыжки все раньше и раньше. Подопечная Сергея Давыдова Мария Гордеева прыгнула каскады четверной тулуп, тройной тулуп и четверной сальхов, тройной тулуп во время тренировки. Спортсменке 12 лет, она занимается в ЦСКА. Ранее Гордеева уже исполняла сольный четверной сальхов и тулуп. Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победителе олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине. В Пекине будем болеть за наших ребят и в одиночном катании, и в парном, и в танцах. Здоровья всем хочется пожелать. Это только кажется, что у нас красивый вид спорта. Но он очень опасный и психологически нервный. Болеем за всех и надеемся, что победим. И мужчинам желаем хотя бы в тройке быть. Победит сильнейший в Пекине. Победит команда Тутберидзе в любом случае, я думаю, приводит слова Навки Риа Новости. Напомню, зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. А тем временем Федерация фигурного катания России опубликовала расписание чемпионата России 2022 года, который пройдет в Санкт-Петербурге. Расписание на ваших экранах. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.